Блин, вот это я попал. Милана даже со мной не хочет разговаривать. И это все из-за Мэнди. Блин, чувак, это реально попадос. Мэнди тебя подставила, а ты теперь Милане даже доказать ничего не можешь. Слушай, Камиль, что теперь получается? Ты с Миланой не пара? Получается так. Надеюсь, это временно. Да забей ты на эту Милану. Но не хочет она с тобой встречаться. Зато хочет Мэнди. Встречайся с ней. Она тоже прикольная. Халк, что ты несешь? Ты вообще не разбираешься в отношениях. Поэтому тебя и бросила малышка Энди. Че? Да это я не разбираюсь в отношениях. Я встречался с самой красивой девочкой Кампуса. Целовался с Марго, мутил с Дианой. И ты мне будешь говорить, что я не разбираюсь в отношениях? Да если я захочу, то все девочки Кампуса будут бегать за мной. Просто мне сейчас это не нужно. Халк, хорош заливать. Мечтать мне вредно. Слушай, Настя, не веришь? Это не мои проблемы. Короче, ладно, мы у вас с вашими отношениями. Буду преснуть и качать. Халк, хорош кучаться. Погналю, Халк. Всем привет, ребят. Я очень рад, что попал к вам в Кампус. Вы все такие крутые. И я пришел к вам не с пустыми руками. У меня есть для вас небольшой презент. Диана, тебе не кажется, что этот новенький понтуется? По-моему, ничего такой. Девчонки, я что-то не поняла. Учитель Макса ставил Диану в кампусе. Мне кажется, что учитель Макс сам не знает, что она здесь. Девчонки, а где Камиль? Я думаю, мой презент вам очень понравится. Держи. Это мне? Да, чувак, тебе. Спасибо. Че, просто так, что ли? Ну да. С чего, друг? Я просто добрый. Кстати, неплохие кроссы. Спасибо. Хорошо. Че, настоящие? Конечно. Можешь сам проверить. Ну, не хочешь, как хочешь. На, держи. Спасибо. Это тебе. Спасибо. А какой у тебя iPhone? Двенадцатый. Уже вышел тринадцатый. Диана, ты видела? Он дал мне деньги на iPhone просто так. Почему он мой двенадцатый iPhone не заметил? Тебе сейчас не об iPhone'ах надо думать, а о том, как в кампусе остаться. А, ну да, точно. Я что-то не понял. Он мне и денег на мой iPhone дал или что? А почему он нам столько не дал? Вы что, тупые? Вы что, не видите, что он их не подкатил? На, держи. Спасибо, не откажусь. Тебе? Не нуждаю. Не надо. Ну, не хотите, как хотите. Ну, если девочкам не надо, то их долю могу взять себе. Без проблем. У меня, кстати, тоже двенадцатый iPhone. Степс! Ну, попробовать-то стоило. Пять, десять, пятнадцать, двадцать. Офигеть. Вот это мне подфартило. Двадцать кусков. Лузер, ты что, мажором стал? Баба, откуда у тебя столько денег? Так это там новенький все деньги на халяву раздает. Это он у нас мажор. Что? Новенький раздает деньги? Что за бред? Баба, ты что, над нами прикалываешься? Слушай, лузер, с нами лучше не шутить. Говори, где деньги взял? Да не прикалывайся, я говорю, что новенький всем деньги раздает. Не верите? Пойдемте покажу. Ну, смотри, баба. Если ты над нами ровлишь, тогда ты знаешь сам, что будет. Погнали, пацаны. О, новенький. Я слышу, что ты деньги раздаешь? Так, я же тебе уже дал. Нет, нет, чувак, я теперь раз вижу. Ну, ладно. Вы видели? А еще можешь дать? Обойдешься. Ну, наверное, спасибо. Так, новенький. Я что-то не понял. Ты что, решил весь капот подкупить? Да нет, чувак, расслабься. Это просто добрый жест. У нас так принято. Тем более деньги для меня ничего не значат. На, держи. О, добрый жест я люблю. Вот, возьми. Не хочешь? Давай мне пригодится на новый телефончик. Чувак, ты какой-то запарин. Расслабься. На, держи. Оставь свои деньги себе. И эти забери. Дион, тебе, видимо, этого не говорили, но дружбу за деньги не купишь. Погнали, пацаны. Новенький, ты красава. Можешь шесть с людьми в банде. Если будут проблемы, обращайся. За деньги все, что угодно сделаю. Девчонки, так классно, что в кампусе появился мажор, который сдает всем деньги. Мне кажется, надо с ним подружиться. Степ, ты чего? Веришь в этот бред? Да не такой он крутой, как кажется. Он просто пытается всех подкупить. Аминка, да ничего он не пытается. Просто он мажор. И у него много денег. Поэтому он со всеми и делится. Если бы я была мажоркой, я бы тоже так сделала. Девчонки, как вы думаете, можно все-таки поговорить с Камилем? До сих пор не могу поверить, что он променял меня на Мэнди. Да, Милан, я думаю, что тебе нужно поговорить с Камилем. И вообще, я считаю, что Камиль не виноват. И это все подстроила Мэнди. Ага. А записку с сетечком тоже не он передавал. Мне кажется, тебе не о чем с ним разговаривать. Потому что он тебе изменил. Ну так что, девочки, поговорить мне с ним или нет? Да! Опять сидишь на моем месте. Мэнди, я тебе уже сто раз говорила. Это общее кафе, и здесь нету твоего места. Ну ничего страшного, сиди, сиди. Ведь мы с тобой поменялись местами. Теперь я с Камилем, а ты со стулом. Учитель Макс, можете меня отпустить с последнего урока? Мэнди, что-то случилось? Да так, ничего особенного. Просто Камиль меня пригласил на свидание. И мы хотели пойти в кино. Мэнди, свидание – это неуважительная причина, чтобы я тебя отпускал с последнего урока. Но так как у тебя нет проблем с учебой, я могу тебя отпустить. Спасибо, учитель Макс, ты лучший. А еще, чтобы ты знала, когда мы пойдем с Камилем на свидание, он обещал купить мне огромное ведро карамельного попкорна и билеты на последний ряд. Ну, если ты понимаешь, о чем я. Вот крыса! Раньше он всегда мне покупал карамельный попкорн, а теперь ей. Девочки, давайте я вырву все волосы на голове и покончим с этим. Степ, да подожди ты со своими волосами. Здесь что-то не так, с этим нужно разобраться. Блин, пацаны, интересно. Круто быть мажором? Конечно, круто. Ты что, ты не видел, как на него девчонки засматривались, когда он деньги раздавал? Особенно Энджи. А вы вообще думали, откуда у него столько денег? Может, он не мажор вовсе? Может, он украл их и ходит и спонтуется? Но украл и украл. Главное, чтобы с нами делился. Ага, а если его полиция поймает, то вас вместе с ним в тюрьму посадят. Ну, тогда и тебя тоже. Ты же тоже взял у него деньги. А нас-то за что? Мы же ничего плохого не делали. Ваши отпечатки пальцев тоже на этих деньгах, так что не отмажетесь. Блин, надо тогда узнать, откуда у него столько денег. Блин, Камиль, зачем ты забрал у меня деньги и вернул их этому мажору? Да потому что Энн хитрый и новенький, сто процентов что-то задумывает. И он не просто так раздает всем деньги. Да, денег у него было реально много. Только интересно, откуда он их взял? Откуда, откуда? Родители, наверное, дали. Он же мажор. Да ни один мажор не будет просто так раздавать деньги. Бред какой-то, а ты мне доверишь, чехолка. После уроков пойдем в магазин Apple и купим мне новый айфон. Я возьму розового цвета. Энджи, но розовых айфонов не существует. Тогда я возьму чехол розового цвета. У тебя же есть деньги, поделишься. Но, Энджи, тебе что, жалко денег для лучшей подруги? Нет, конечно. О, Энджи, что сегодня вечером делаешь? Может, сходим куда-нибудь? Сегодня вечером Энджи и я собираемся пойти в магазин и купить ей новый айфончик. Спасибо, Дилан. Такой хороший мальчик оказался. О, Пазл, походу ты опять в пролете. Да, Пазл, а Энджи, кажется, запала на новенького мажора. Энджи, зачем ты взяла деньги у новенького? Я же сказал, что я заказал новый айфон. Ты что, не могла подождать пару дней? Подожди пару дней, подожди пару дней. Я это уже три недели слышу, а айфона так и нет. Если бы ты по-настоящему любил Энджи, давно бы уже сделал ей подарок. Диана, Энджи, вы бы могли не брать деньги у новенького. А то это так стрёмно со стороны выглядело. А ничего, что вы сами взяли у него деньги. Мы сами это всё прекрасно видели. Ты про это говоришь? Энджи, он порвал деньги. Офигеть. Блин, Пазл, нафига ты порвал деньги? Я свои рвать не буду. Дай сюда. Блин, Пазл, зачем ты это сделал? Я тебе свои пятька не дам рвать. Сюда давай, или проблем хочешь. Вы чё, все тупые? Если ты думаешь, что я сделаю то же самое, то ты глубоко ошибаешься. Пазл, ты вообще думаешь перед тем, как что-то сделать? Пацаны, поверьте, после того, что я сейчас сделал, мы в глазах девчонок будем выглядеть ещё круче. О, смотри, Милана пришла. Я с Камилем сидеть не буду. Амелька, сядь за меня, пожалуйста. Окей. Передай Милане. Кому? Милане. Ты уверен? Да, уверен. Айс, передай Милане. Милане. Миланы. Продолжение следует...